Здравствуйте, уважаемые телезрители! Что ж, футбольная общественность восприняла вот эту новость, по-моему, с очень большим пиететом и уважением. Была презентована в нашем городе книга об истории одесского футбола, книга, авторами которого стали Сергей Мартынов и Эдвард Лучин. Называется она «Черноморец Одессы. 1936-2019. История клуба». Прошли презентации и в музее футбола нашего одесского, у Мони, нашего любимого, был говоренный во Всемирном клубе одесситов. По-моему, в Вечерке также была презентация. То есть, в принципе, максимальное количество одесситов успело познакомиться. За то время, которое было в Одессе, здесь один из авторов этой книги, он завтра, к сожалению, улетает обратно в Америку. Давайте я, наверное, все-таки начну с того, что представлю наших гостей. Итак, Александр Никифоров, наш полузащитник, ветеран Черноморца, играл за Черноморец, за СКА, в Венгрии поиграл, в общем, в одной из соседних стран. Также, в общем-то, наш заслуженный ветеран, которого мы любим и почитаем. Эдвард Лучин. О нем чуть подробнее. Эдвард у нас в центре расположил. Он был тренером с дешевым Черноморец, его воспитанники Юрий Никифоров и Илья Цимбаларь, они играли в сборных Украины и России на чемпионатах мира и Европы. Работал в Одесском облспорткомитете, футбольном клубе Черноморец, Федерации футбола Одессы, был спортивным комментатором ТРК WMNB. США издавал в Нью-Йорке американские версии газет «Спортэкспресс», «Спортивная газета», основатель и руководитель, многолетний руководитель очень такой любопытной и интересной организации, которая прославилась своими делами, это Ассоциация ветеранов спорта в Нью-Йорке, создатель и организатор мемориала памяти Лобановского в Нью-Йорке, об этом мы рассказывали в одной из наших передач. Ну и в настоящее время он спортивный обозреватель, и вот этот вот, я не знаю, получу ли я, грызу, приподнимаю эту книгу, но вот этот вот «Здоровение Шимона Скрипт» был издан, это плод, Эдуард, плод скольких лет работы. А, подождите, Вячеслав Личук. Вячеслав Михайлович Личук. Надо же его тоже представить. Легенда. А для чего? Еще рано. Многолетний лидер, капитан команды Черноморец, мастер спорта и выступал за сборную союза, был и начальником команды, и спортивным директором. Клуба и президентом клуба, много-много лет отдал черноморцу, и с 14-го года на аллее слава нашего футбольного клуба «Черноморец» и «Сила Звезда» именно там появилась, вполне заслуженно. Слава, рад приветствовать в этой студии. Итак, Эдуард, ну давайте, с какого века вообще, с какого года вы начали работать над этой книгой? Дело, если так уже разобраться... Нет, если правильно начать, то с прошлого века. Ну, это точно. Дело в том, что начал работу вот над этой книгой Виолетт Валентинович Мартынов. Это отец моего друга, спортивного журналиста, многолетнего пресса-тошефа футбольного клуба «Черноморец». Он уже больше 16 лет. 16 лет почти. Он является пресса-тошефа футбольного клуба. Это рекорд, абсолютный рекорд. Так вот, его отец, Виолетт Валентинович, с 1949 года, он занимался сбором различных материалов, статистики о одесском футболе. И вот это, эти все записи, блокноты, журналы, все эти вырезки из газет, программки, вот он передал своему сыну, Сергею Мартыну. Тот, в свою очередь, принял эту эстафету и начал продолжать это дело. И, если вы помните, был в Советском Союзе такой Константин Есенин. Это был родственник Сергея Александровича Есенина. Но он занимался футбольной статистикой советского футбола. Вот Сережа кое-что у него перенял и начал собирать. Я в свое время тоже выпускал программки на Центральном стадионе ЧМП. С Сережей мы дружим уже много-много лет. И у нас как-то мы говорили, и я ему сказал, слушай, уже столько собрано материала, очень интересного, что пора бы и книгу сделать. Книгу, потому что действительно это был бы очень хороший энциклопедический справочник. И вот мы, как говорится, решились на такой, можно сказать, подвиг, потому что в наше время издать книгу, особенно здесь, в Украине, это не так просто. Потому что это все деньги, это все бумага, это, ну, в общем, это целая история. Но главное, что мы были озадачены идеей, мы поставили себе задачи. И что самое приятное, в этом году мы выполнили эту цель и задачи. И эту книгу мы выпустили. Она вышла, я скажу прямо, в черно-белом формате. Наша задача выпустить ее в цветном формате, и мы ее выпустим. Но мы хотели бы, чтобы вот эти 30 сигнальных экземпляров мы сейчас раздали людям, которые занимаются историей одесского черноморца, чтобы они помогли нам выявить, какие там есть, ну, допустим, какие-то недочеты, что-то недописали, где-то что-то не так, цифры. И мы хотим, чтобы они помогли нам исправить эти ошибки. И тогда мы постараемся уже в этом, когда книга будет выходить в цветном формате, она уже будет выходить с дополнениями, изменениями. И мы получим уже действительно окончательный вариант настоящей энциклопедии футбольного клуба «Черноморец Одесса» 1936-2019 год. Еще надо отметить, конечно, всю ту скрупулезность, всю тщательность обработки, отшлифовки каждого, проверки каждого буквально факта, каждого материала. То есть я знаю ваше отношение к этой вот, вашей скрупулезности в этой работе. И точно так же Сергея Мартынова, который, соответственно, за каждое написанное, так сказать, слово, цифры и так далее, он 10 раз перепроверит, прежде чем что-то. То есть это действительно, подчеркиваем, что это не просто, там какие-то байки футбольные, там какие-то, может быть, такие легенды, мифы и так далее. Это просто действительно энциклопедия. Тестоверные факты, статистика четкая, которая перепроверена. Я должен сказать, Саша, большую благодарность хотел бы сказать Семеновичу Альтману, который, кстати, написал предисловие к этой книге. А давайте я вам прочитаю, вы не против? Ну, если у нас есть время, почему бы нет? Да, если у нас есть еще время. Итак, заслуженный тренер Украины Семенович Альтман. Дорогие читатели, любители футбола, выдерживайте в руках уникальную книгу. Уверен, что ничего подобного в Украине до сих пор издано не было. Начиная с 1936 года, по сей упору, здесь подобнейшим образом освещена история одной из самых незаурядных отечественных команд Одесского Черноморца. Обзор чемпионатов СССР и Украины, сведения об участии в международных турнирах и даже в товарищеских встречах. За каждой цифрой, тщательно проверенной, стоит колоссальный труд в архивах, библиотеках, домашних коллекциях очевидцев. Я хорошо знаком с автором. Еще в 80-х годах прошлого века, когда я только начинал тренерскую работу, Сергей Мартынов буквально прошерстил все хранящиеся у меня копии протоколов матчей не только основного состава, но и дублеров. Уже тогда меня поражали его педантичность и глубокая порядочность. Эти качества очень пригодились ему сегодня на посту пресс-эташе Черноморца. Эдуард Лучин, искренний, неунывающий человек, несколько лет проработал в системе клуба. Его жизнелюбие и верность к любимой команде стали легендарными. И сейчас, проживая в Соединенных Штатах Америки, он не теряет связи с Одессой. Чего только стоит организованный им три года назад матч, посвященный памяти Ильи Цамбаларя. До сих пор мы храним вот эти все раритеты, которые вы привезли тогда, и вот они хранятся сейчас у каждого дома. Судьбы и характери обоих авторов стали залогом высокого качества и их упорного, я бы сказал, самоотверженного труда. Для настоящего болельщика это захватывающее чтение. И главное достоинство книги заключается, на мой взгляд, в том, что ей можно безоговорочно доверять. Это приятно слышать от такого дотошного специалиста, как Семенович Альба. В хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле этого слова. Действительно, было, ну там и Семенович помогал, и другие тренера. Мы, кстати, в книге указали всех людей, которые оказали нам помощь и поддержку в создании этой книги. Потому что, вы знаете, это очень сложно было собирать это. Почему? Потому что многие протоколы утеряны. Пришлось беседовать с людьми, которые когда-то играли, которые пытались вспомнить что-то. И это, конечно, помогло в создании этой книги. Давайте подключать наших гостей в студии. Вячеслав, ну каким образом вы встретили вот это вот издание? Я еще не встретил. Вы еще не встретили? Это намек на то, что давайте уже переиздавайте в свете. Я уже хочу свой экземпляр. Я ее не изучал, поэтому я не могу комментировать так, как человек, который писал. Он больше знает, чем меня. Я еще пока не ознакомился. А сам факт выхода такой книги? Я уже говорил, что книга, факт, это факт. И это очень хорошее. Уже несколько раз уже говорили, что это, по сути дела, наверное, так как и Альтман написал, что такое издание, это первое на территории СНГ. По сути, работа началась в 71-м году, да? Ну, я говорю, это просто собрал материал, весь материал. 48, почти полвека труда. Да. Да. Это, я же говорю, это первый экземпляр такой книги. И нигде, я бы до этого, наверное, никто из нас и не видел, чтобы такие книги издавались о какой-то команде. В Одессе пытались писать книги. Вот я помню, была книжка Бориса Емельевича Галинского, она называлась «Черноморцы». Но ее сравнивать с этой книгой невозможно, потому что там был просто билетристический рассказ о том, как создавалась команда, кто в ней играл. Здесь же это настоящая энциклопедия. В том плане статистическая энциклопедия. Понимаете? Вот поэтому действительно это, я не хочу хвалиться, но на мой взгляд, это титаническая работа, которая, я думаю, поможет многим любителям футбола, которые хотят вернуться в 36-й год, 37-й, 38-й, и там по годам все, понимаете, и протоколы, и таблицы. Это очень интересно для любителей, поклонников черноморцев. Это очень интересная книга. Вячеслав, между прочим, вы тут указаны среди тех имен, которым высказана благодарность за неоценимую помощь при подготовке данного издания. В чем заключалась ваша помощь? Ну, в том, что, наверное, фотографии мои он разместил. Да, он очень... Ну, не надо так. Нет, нет, он как раз... Это он прибедняется. Вячеслав Михайлович вообще о себе очень редко говорит. Поэтому я... Он обычно отшучивается. Он очень много помогал и фотографиями, и не только фотографиями. Главное, что его воспоминания, они очень много помогали в создании этой книги. И многих тренеров, которым выражена благодарность, которые в беседах рассказывали, дополняли, дополняли то, чего, допустим, нет сейчас, допустим. Но они вспоминали. Из этих воспоминаний они помогали создавать эту книгу. Александр, ну, подключайтесь к нашему разговору. Мы так уже заслужились, да, заслушались на наших метрах. У нас здесь один человек. Как вы оцениваете появление? Я понимаю, что вызывает вообще огромное уважение такой труд. Да, интересно пролистать еще страницы собственной биографии футбольной, на самом-то деле. Она же все здесь увековещена просто. Это вообще не только я благодарен. Это все ветераны одесского футбола, болельщики. Должны быть благодарны, действительно, что они такой труд титанический сделали. Это для истории, для любителей футбола. Это действительно, это не только, я понимаю, книжка будет. И она будет и за границей. Конечно. Люди хотят видеть эту книжку и в Белоруссии. Я разговаривал там, и Кондратьев показывал на фотографии. Это очень интересно для людей. Спасибо им большое. Это действительно, как бы, взложили свою душу, можно так сказать. А как будет дальше? В дальнейшем сюда, вы так упомянули, да, что будет делаться полноцвет. Ну, тем, понятное дело, что старые фотографии, они черно-белые. Они такими и останутся, но они современные. Да, но там же есть много цветных фотографий, которые не могут быть помещены в цвете. И штирлица сделали цветным, да? Ну да, о чем? Я не думаю, что там есть фотографии, которые мы уже вряд ли сделаем цветными. Мы не можем, не имеем таких возможностей. Раскрасим. Но то, что там есть цветные фотографии позднего периода, то это, конечно, в цвете они будут совсем иначе выглядеть. И я думаю, что вот книга, которая выйдет в цветном формате, она, конечно, будет более красочна, но ценность и этой книги, и та, которая выйдет, она одинакова. Она одинакова, потому что ведь ценность книги составляет ее содержание. Содержание. А содержание будет практически одинаково. Единственное, будут там дополнения, там небольшие изменения, которые мы соберем. А так, я думаю, это хороший подарок. Вы знаете, очень интересно, что эта книга вышла сразу после матча памяти звезд одесского футбола. Это очень символично. 2 июня в Одессе прошел матч, в котором принимали участие звезды одесского футбола, черноморца, киевского «Динамо». Но я думаю, более интереснее и более, так сказать, конкретнее. Вот Саша, он один из организаторов этого матча. Но очень символично, что сразу после этого матча мы представили эту книгу. Потому что многие герои этого матча, участники этого матча, я имею в виду с одесской стороны, со стороны черноморца, они здесь фигурируют в этой книге. Вообще, надо, пока Саша набирает воздух, ответить репликой, надо отдать дань уважения нашим ветеранам. Вот то, что они продолжают вот такие матчи проводить. Играли с «Шахтером», играли вот матчи памяти про Копенко. То есть различные совершенно встречи. Приезжала сборная, боюсь соврать, или сборная Украины. Это в основном там «Динамовцы» были, ездили в «Зарю», предположим. Они играли там с «Балканами», с ветеранами. А ведь это тоже, когда ветеранам ходят на поле, это популяризация футбола. То есть не стареют души ветерана. Они продолжают играть, и они вот своим деланием, тем, что они делают сегодня на поле, они, в принципе, вот параллельно вот с этой книгой, в принципе, делают ту же работу. И просветительскую, и воспитательную. И чтобы мы помнили корни, чтобы мы, так сказать, не были Иванами, не помнишими своего родства. Ну, тогда давайте, Александр Юрьевич, это слово, пожалуйста. Да, ну, это по поводу «Мальчиться памяти звезд детского футбола». Эта идея вышла, как и не то, что ни странно, приятно от воспитанников нашей детской футбольной школы Черемовы 68-го года. Это ребята играли в юношах, и как бы предложили его сделать такой матч. И эта идея после Нового года, как бы мы говорили, и она постепенно-постепенно начала и превратилась вот в то, что все люди увидели 2-го июня. Здесь, что мы хотели? Мы хотели, как бы, вспомнить, ну, всех ушедших, чтобы показать на табло, кто ушел, и почему именно с «Динамо-Киевом», потому что у нас, получается, много людей из «Динамо-Киева». Ну, Черноморец поставлял туда игроков, что их самый лучший. Да, 2004-й год у нас здесь играл Лобановский, Каневский, Базилевич, Андрей Баль, работали тренерами. И Блохин был. И Блохин был. Наши одесситы знаменитые играли в «Динамо-Киеве». Ну и плюс, что это на сегодняшний день, где такие фамилии соберешь легендарных футболистов тех годов, как Буряк, Мунтян, Биба, Заваров, Биланов, Бессонов, Михаличенко, Рац. Но они даже сами говорят, что они таким составом редко собираются, потому что кто в отпуск уезжал, кто по работе. Ну, в этот день, в это все совпало. Они все приехали. Все приехали в Одессу. И такие довольны остались от приема. Они, когда увидели, что на стадионе столько зрителей... Точи 18 тысяч. У них в самих начало дрожь бежать. Если не больше. Ну, им очень было приятно. Ну, и слава Богу, что праздник получился. Мы же это делали для людей, для города, для Одесситы, для гостей города. Очень приятно было. Слава Богу, что больше 20 тысяч было, да? Я думаю, что больше. Потому что там, это вот, ну, во-первых, многие просто стояли, никто не сидел. На билетах не было за номер этих мест. Очень приятно, да. Поэтому в проходах мы застояли. Там много детей было. И от детей, то, что это вообще замечательно было. Очень замечательно. И все они видели, смотрели. Может, они когда... Нас вообще так с грустью, может быть, не стоило бы в этом эфире говорить об этом. Но вот что-то наш стадион не помнит такого количества зрителей за последнее время. Так, может, наши ветераны вернутся в регулярную игру? Я говорю, надо было... И будете собирать стадион. Песню «Команда молодости нашей», «Команда без которой нам не жить», да? Пропустить это тоже надо было. Саша, я хотел бы, пользуясь возможностью, хотел бы сейчас обратиться к руководству футбольного клуба «Черноморец», к ее президенту, господину Климову. Я хотел бы, чтобы они поучаствовали в создании этой книги. Я думаю, что это будет очень правильно, что руководство футбольного клуба «Черноморец» окажет помощь в издании этой книги. Я имею в виду цветного формата. Потому что очень много людей захотят приобрести эту книгу. Мы не ограничився 270 экземпляров. Придется печатать больше. Потому что я знаю, что потребность в этой книге будет большая. И за рубежами Украины, и в самой Украине. И в Одессе. Я уже сейчас знаю огромное количество людей, которые хотят приобрести эту книгу. И я думаю, что футбольный клуб «Черноморец» поймет эту ситуацию. И нам поможет сделать эту книгу доступной многим болельщикам. Это издание вышло в нашем одесском издательстве «Черноморец». Да. То есть они потрудились тоже на славу. Я вообще честно говоря, когда я услышал, ну первая информация прошла о том, что вот Эдик приезжает, будет презентация книги. Я что-то подумал, что издали в Америке. Я даже не поверил, что могли издать в Америке. Нет, мы решили делать здесь. Мы думали, где это делать. Ему тяжело в сумку тащить. Но вы вообще можете представить себе, как можно тащить из другой страны такую тяжесть? Нет, ну действительно, если серьезно говорить, то, конечно, вот такое вот издание, это безусловно, ну оно должно быть... 763 страницы. Оно должно быть обязательно в библиотеках. Оно должно быть обязательно в музеях, связанных со спортом. У нас вот недавно в Одессе появилось очень интересное... Вот я просто в качестве примера. Очень интересное издание. Там автор был у меня в эфире, Саша Бабич рассказывал. Вот они сделали англоязычную книгу «Путеводитель по Одессане». Замечательно. Как только они его издали, буквально там спустя какие-то дни недели эта книга появилась уже в библиотеке Конгресса США. Так и эта книга будет в Конгрессе США. Эта книга, я уверен, будет тоже. Потому что все книги, которые издаются, они обязательно попадают туда. Да? Ну что ж, у нас две минуты до окончания эфира. Давайте заключительные слова ваши, пожалуйста. Что недосказано еще? Вячеслав Михайлович, вы как легенда, скажите несколько слов, пожалуйста. Я говорю то, что вот это... Как бы по сути дела, ты занялся Одессой последние пару лет. То ты вообще не этот... Нас туда говорить, только в Нью-Йорк приезжайте. Это он меня критикует. Ну-ну. Но правильно то, что... Недаром ты говорил, что тебе Одесса, это как бы лекарство для жизни. Поэтому вот то, что ты делаешь, я считаю, это очень правильно. Очень правильно то, что ты делаешь. Не только там говорить на радио или по телевидению, а вот именно... Конкретные дела. Да. И, конечно, тебе большое спасибо за то, что эта идея состоялась. Она стала уже не идеей, а... Реальность. Реальность. Если взвесить, это существенный вклад в историю нашего футбола, в историю... Поэтому я говорю, я хочу поблагодарить Эдика за эту книгу. Она будет полезна. А я еще раз хочу сказать спасибо моему другу Сереже Мартынову, который согласился на мое предложение сделать эту книгу совместно. И еще я хочу обратиться ко всем поклонникам Одесского Черноморца. Я хочу вам сказать, что после самой темной ночи, после самой темной ночи наступает светлое утро. Сегодня наша команда переживает не самые лучшие времена. Но поверьте, еще придет время, когда этот стадион будет заполняться, и мы будем радоваться победам Одесского Черноморца. Надо только верить в это. Ну что ж, будем в это верить. К этому нас подвигает и действительно славная история нашего клуба, которая, так сказать, и завоевывала медали чемпионата, и кубки завоевывала. И позади действительно такая очень внушительная история, которой мы изменить просто не имеем права. Еще раз напоминаю, в гостях у нас были ветераны нашего одесского футбола Александр Никифоров, Вячеслав Блещук, Эдвард Лучин, человек с неистекаемой энергией. Я думаю, что это не последняя идея, которая у нас со временем огорошит или удивит. Спасибо огромное, что нашли время прикинуть. Спасибо. Спасибо. Спасибо за приглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин